Водометы и слезоточивый газ. Немецкая полиция три ночи подряд разгоняла радикалов в Гамбурге. Там проходил саммит глав государств Большой Двадцатки. Протестующие бросали в полицейских бутылки и камни. Как все происходило и каким запомнит саммит Германия, расскажет Елена Абрамович. Гамбург, квартал Шанцен. Тут три ночи подряд проходила сидячая блокада. Участвовали порядка 600 человек. На просьбы полиции покинуть улицы протестующие не реагировали. Позднее правоохранители применили водометы. Зачистками улиц полиция занялась после того, как мирные акции протеста переросли в волну хаоса и насилия. Толпа крушила магазины, в правоохранителей летели коктейли Молотова, камни и пустые бутылки. Беспорядки длились три ночи. Предприниматели сами возводили баррикады, нанимали охрану. Полиции, несмотря на беспрецедентные меры безопасности, удавалось защитить далеко не всех. Я заметил полицейские машины, которые ехали мимо нашего дома, на которые сразу же напали, а затем анархисты начали поджигать всё на улице. Полиция позволяла им делать это в течение трёх-четырёх часов, не двигалась. Многие люди просто смотрели, пили пиво, ничего не делали. Это было ужасно. Шокированы ситуации не только местные жители, но и президент Германии, который в воскресное утро приехал пообщаться с гамбургской полицией. От фото, которое я видел, у меня пропал до речи. Они заставили меня приехать и поблагодарить тех, кто противостоял насилию. По грому устроили левые экстремисты из так называемого чёрного блока. Они носят чёрные одежды и маски на лицах. Группировка объединяет анархистские, левые, антиглобалистские и антифашистские течения. В Гамбург перед саммитом они съехались со всей Европы. По данным полиции, в городе их насчитывалось около четырёх тысяч. Речь идёт о стратегической подготовке головорезов и анархистов из Германии и со всей Европы, которые готовились к этому полтора года. Об этом было известно сотрудникам службы безопасности. И по этой причине правоохранители не разрешали им разбивать лагеря. Именно там велась подготовка к беспорядкам. Добро пожаловать в ад. Под таким лозунгом действовали анархисты. Протестовали традиционно против системы и государства. Из-за беспорядка в Гамбурге за последние три дня ранения получили более двухсот полицейских. Почти 150 радикалов были задержаны. Приблизительно столько же взяли под стражу. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова